На полу кровь, люди в панике. В кафе на девушку нападает зомби. Но все это не по-настоящему. Вместо крови сахарный сироп с пищевым красителем. Молодой режиссер-любитель Кирилл Хорнов снимает короткометражный фильм про постапокалипсис. Парень вдохновлялся тематическими книгами и компьютерными играми, такими как «Сталкер» и «Метро-2033». Кирилл рассказывает, место для съемок превратилось в место для творчества. Люди очень сильно заинтересовались этой идеей. Они очень загорелись. Каждый хочет себя реализовать здесь по-своему. То есть в чем он гораст. Большинство из актеров и участников нашей творческой группы занимаются страйкболом. Мы все очень дружно любим посещать различные страйкбольно-ролевые проекты на тематику постапокалипсис. 2020 год. Россия. Из-за атаки биологическим оружием в одном из городов начинается эпидемия. По сюжету молодой офицер ФСБ пытается выжить в самом эпицентре событий. Съемки проходили в разных уголках Самары. Завод имени Масленького, Сокский карьер и коттеджный поселок Петра Дубрава. Сейчас снимают начальные сцены фильма в кафе. Самое интересное это стрельба в людей. Это очень как-то страшно, потому что сблизи все происходит. Не хочу обжечь, что-то повредить. Предыдущая сцена снималась с помощью вот такого шлема. Металлическая пластина для безопасности, шипы-саморезы, чтобы бутылка разбилась. И это еще не все секреты каскадежских трюков и спецэффектов. Вместо пистолета муляж. В ход идут акриловые краски и театральный грим. Куски кожи на шею и лиц актеров крепят с помощью медицинского клея. Это самый простой заменитель протезного латекса, желатиновая основа, груз, вода и клец. И куча, куча, куча терпения. В ближайшие два месяца молодые люди будут заниматься монтажом, цветокоррекцией и звукозаписью. Летом пройдет закрытый показ. Позже фильм «Зона зомби» появится в сети. Даниил Лучко, Григорий Плешаков. События.